Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем здравствуйте. Доброе утро. Начинается утро на Болткоме. Утро пятницы, 23 апреля на календаре. И в студии Олег Пек и Александр Шунин. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня Всемирный день книг и авторского права, между прочим, отмечается, охраняется все это право. А в 1516 году в Баварии приняли закон о чистоте пива. И причем этот закон действует по сей день. И блюдут его, и не нарушают. Сегодня, можно сказать, профессиональный праздник у моего коллеги Олега Пек и потому что 125 лет назад в этот день в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс. Поздравляю. С этим мы будем еще поздравлять и Виталия Манского, который появится чуть позже. Ну, а еще интересно, что именно в этот день, в 1889 году, в письме брату Чехов использовал фразу «Краткость сестра талант». И вот как раз «Краткость сестра таланта», я ее несколько испорчу. Мы перешли сначала к телефонным разговорам, а теперь смс-сообщениям. А теперь вот все более уплотняется это время. Короткие видяшки. Короткие видео. Да, но, кстати, если говорить о всемирном дне авторского права, вот как раз-таки авторский контент, создаваемый в ТикТоке, пользуется огромным успехом у молодежи и не только. И сегодня мы поговорим об очень интересном проекте, о том, как можно выращивать эти таланты, как, почему вот, собравшись вместе, появляется больше возможности произвести веселого и интересного контента. Ну, и, собственно... А все почему? Потому что в Латвии открылся первый ТикТок дом «Фан Три Хаус», единственный в Балтии. И у нас на прямой связи сооснователь проекта Александр Хохлук, пранкер Андрей Чернуцкий и танцор, он же музыкант, Георгий Трушко. Здравствуйте, доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну, давайте начнем, может быть, я не знаю, спросим Александра о том, как появилась идея такого проекта. Я знаю, что такая практика, она существует уже во всем мире, когда собирают талантливых, амбициозных молодых людей, которые креативят, придумывают. Почему нужно собирать вместе? Вот вопрос, почему нельзя, сидя каждый там в своем углу, там в своей квартире, почему не могут создавать подобный же контент? Здравствуйте, еще раз. Ну, наверное, мы, скажем так, тут посмотрели немножко тех домов, которые уже эту историю развивают за рубежом. Когда ребята находятся вместе, им гораздо проще гнилить контент, они могут его делать нон-стопом, у них появляются идеи в конкретную секунду. Но зачастую мы создаем какой-то план, по которому будем действовать, какой-то контент-план, но при этом новое может появиться просто моментально, потому что вот произошла какая-то ситуация, они ее сразу же обыграли, и появился новый ролик, который может стать успешным. Поэтому мне кажется, что это помогает им абстрагироваться и концентрироваться непосредственно на том, что им нравится. Ну, а успех в том числе выражается в цифрах, и надо заметить, что на сегодня более 300 тысяч подписчиков у Фам Три Хаус, 9 миллионов, это рекордное количество просмотров одного из роликов, и вообще более 20 видео уже ребята напилили. Да, но судя по этим цифрам, получается, что эта идея вышла за рамки Латвии, да? Да, безусловно, конечно. Если мы говорим про цифры, то там названы где-то совокупные цифры ребят непосредственно на своих страницах, плюс у нас есть страница самого дома, это Фам Три Хаус. И очень быстро, причем хочу отметить, чистой органикой начали расти просмотры, аудитория, то есть не какая-то там проплаченная реклама и так далее. Что, в принципе, я тоже не против, на самом деле, я считаю, что сейчас, в принципе, ТикТок и соцсети – это новый инструмент, новая реальность, возможность монетизировать, возможность продвигать рекламу, заниматься, ну, иметь свою определенную аудиторию. Поэтому, ну, просто что сейчас удивляет и очень, как бы, меня в том числе подкупает, то, что мы растем исключительно органикой на данном этапе. Александр, объясните мне, пожалуйста, про фану, как можно монетизировать контент, ну, скажем, возьмем для примера один из роликов. Ребята держат в каждой руке по открытой бутылке газированного напитка, растрясают его и обливаются. Ну, кроме того, что это определенный напиток, кому это можно продать? Все правильно, это мог быть определенный напиток, с которым была бы договорена, и этот напиток получил бы охваты, там, ну, предположим, миллион просмотров, да, из них 10% получили бы на латвийскую аудиторию, это 100 тысяч. При общем количестве пользователей в ТикТоке в Латвии, точную цифру не имею, но я думаю, что это было бы примерно каждый пятый человек Латвии, который является пользователем ТикТока на данный момент. То есть обыгрывать можно в этих роликах конкретные товары, да, если взять в качестве примера другой, по-моему, рекордный просмотр у него, как ребята друг другу в рот бросают сосиски, ну, то есть можно продать те же самые сосиски? Да, вообще отличный ролик, мне тоже очень понравился, это можно было в данном случае сделать коллаборацию с производителем мясных изделий. Ну, а у меня тогда уже в свою очередь вопрос к Андрею и Георгию. Скажите, вот почему именно ТикТок вас привлек, я уже начинаю говорить в рифму, и в чем, как рождаются идеи, то есть вот из чего они, ну, вот Андрей, например, идеи пранков ваших? Ну, скорее всего, я смотрю другие какие-то видеоролики, анализирую, придумаю что-то новое, что-то меняю. То есть как-то опираюсь на старое, пытаюсь придумать новое, получается. Либо, думаю, вообще какую-то новую концепцию, которой еще не было. Ну, а в плане того, как ТикТок привлек вообще, и каким образом, конечно, мы все понимаем, что есть какие-то вещи и платформы, которые очень стремительно развиваются и дают возможность точно так же, скажем так, осветить какое-то свое творчество, свои какую-то интересность, свои таланты. ТикТок в этом случае самая мощная такая платформа, на которой можно себя проявить абсолютно в любом ключе. Как вы уже заметили, вот Андрей, например, делает пранки, я там могу танцевать, какой-то повседневный юмор там бытовой можно как-то озвучивать и показывать. И всевозможные такие разнообразные вещи, шутки, приколы, танцы, музыка и прочее. Вот именно таким образом, наверное, и привлек своей свободой, своим темпом роста. Господа, у нас есть вопрос из Фейсбука. Спросите, как угадать и гарантировать коллаборантам успех ролика, наверное. Скорее, Александру вопрос. Вот с языка сняли, да. Мы тоже об этом задумались, потому что ТикТок достаточно такой интересный, скажем так, инструмент. И если в Инстаграме есть там постоянная аудитория, и ты получаешь в ленту тех, на кого ты подписан, и тем самым, ну, практически гарантируешь какие-то определенные просмотры. В ТикТоке алгоритмы немножко другие, поэтому тут можно получить как бы свои стандартные какие-то, а можно получить просто сверх просмотры, если тебе вдруг попало в рекомендацию. Поэтому здесь, поэтому, скорее всего, если мы, если речь идет про какие-то партнерские коллаборации, то чаще всего мы предлагаем пакеты. То есть мы понимаем, что пакет, это там несколько роликов и по видео на протяжении там четырех, ну, например, в месяц, там, по ролику в неделю, и суммарно, с большой долей вероятности, он даст этот результат. Что значит вообще ТикТок Дом? То есть это, я не знаю, такое исправительное, закрытая территория, где ребята не могут уйти-выйти, где не кормят, если там не было меньшего количества просмотров, там, ты не получаешь на ужин еды или... Ну, какие стимулы, что происходит? То есть насколько вы свободны? Ну, это я уже опять спрашиваю ребят. Да, давайте, пускай ребят ответят на этот вопрос, насколько это исправительный дом для них. Мы тут полностью свободны, мы не в клетке. Все отлично, все хорошо, всегда полный... Мы очень счастливы, мы сыты, нас кормили сегодня. И связанные руки под столом держат так. Да-да-да, нас все устраивает. Александр нас не мучает. Нет, на самом деле это сугубо творческая пространство для нас, для молодежи, это возможность просто вместе развиваться. Мы здесь живём, отдыхаем, получаем отличное настроение, заряд энергии, вместе творим. И, как бы, скажем так, это просто возможность находиться вместе и создавать что-то новое, что-то интересное. И никаких там ограничений в плане свободы, личного времени, личного пространства нет. Мы все трудимся ради какой-то цели. Ради высокой цели. Да, высокая цель. А надолго ли вы там? Ну, это пока неизвестно. А как будет оцениваться? Пока звёзды падают с небес, будем собирать. А ещё один вопрос. Вот языковой барьер. Что важно, ну, не является ли здесь язык каким-то препятствием для ТикТока? Я знаю, что многие вас сопровождаются ведь титрами, ролики. Для того, чтобы поймать, вот, например, латышскую аудиторию или англоязычную аудиторию? Вот как здесь? Мне кажется, что языковой барьер — это такой момент, как бы, он не совсем сильно имеет какие-то препятствия, да? То есть он не создаёт особых препятствий. То есть ты понимаешь, на какой аудитории ты хочешь работать. Если ты, допустим, хочешь вот прям серьёзно выйти на мир каким-то образом, да, чаще всего, конечно, это английский язык. Потому что основная часть планеты как бы на нём разговаривает и его понимает, да? А если ты хочешь локально, допустим, как-то раскрутиться, там, допустим, в той же Латвии, прямо вот именно на латышскую аудиторию, то, конечно, ты используешь латышский. Если ты хочешь раскрутиться, там, допустим, локально в Латвии и на Россию, то ты будешь, конечно, использовать русский язык. В преимуществе мы используем, конечно, русский и английский язык, потому что очень большое количество пользователей находятся именно в странах англоязычных, русскоязычных. Поэтому вот так вот мы создаем. Возникает вопрос. Вы упомянули другие страны и другие подобные проекты. Выходится из подобного дома, но в России, Даня Милохин. Он как-то действительно перешагнул рубежи даже ТикТока и стал и рэпером довольно успешным, узнаваемым. Приглашают его там и туда, и сюда. Ну, в общем, звезда, настоящая звезда. А ваши амбиции каковы? Вот что дальше, что после этого дома вы бы хотели... Что из себя представлять, я не знаю, чем заниматься? Можно еще в момент скажу, а почему есть мысль разделения до и после? Мне кажется, что это может идти вполне параллельно. Я не считаю, что... Может быть, дом 20, сколько там, 50 лет существовал? Я не считаю, что дом это просто какой-то такой инкубатор, который будет генерить, там, ребят, да, там, или ТикТокеров, и все. То есть выпускать. Я вполне считаю, что до тех пор, пока наши взаимные интересы, и это касается не только данной ситуации, а в целом, в любом бизнесе, пока мы движемся параллельно, и нам взаимовыгодна эта история, она может длиться. Ей не стоит отводить какой-то определенный отрезок. Она может продолжиться, ну, в моем понимании, параллельно очень долго. Это своего рода партнерство. Мы видим перспективы и стараемся дать, в том числе, максимальные возможности для ребят. И там Даня Милохин, в том числе, очень долго продолжал находиться в домах. И очень многие ребята, которые сейчас уже достигли высоких результатов, они понимают, что такие сейчас там где-то есть дома, где-то есть там команды, тимы там и так далее, сообщества. Они друг другу помогают максимально быстро развиваться и получать охват. Поэтому я считаю, что до и после я бы не разделял точно, но касаемо тех там высот, которые кто хочет осуществить, я думаю, что ребята смогут. Да, ребята, расскажите. Ну, в целом, если там я буду говорить за себя, да, то есть я занимаюсь танцами и музыкой, и, конечно же, ты смотришь на все это с какой-то перспективы, какой-то мечтой, и в своем случае я точно не могу загадывать, какие там, какие, чего я могу достигнуть и прочее, но амбиции большие, точно не хочется останавливаться, хочется достигать каких-то успехов определенных, развивать себя, это, ну, несомненно, бесценный опыт, весь этот процесс, это развивает, закаляет, придает какой-то уверенности в себе, да, и, ну, как бы ты смотришь, скажем так, будущее с поднятой головой, это точно. Прекрасные слова. Андрей, у вас. То есть я хочу сказать лично про себя то, что моя жизнь до ТикТока, так скажем, это была только дом-работа, дом-работа, то есть не было даже времени подумать о чем-то другом, что-то поделать, и когда началась пандемия, то рестораны все закрылись, так как я работал в ресторане, и как-то все вот в голове, что ли, нашлось время, как-то что-то переосмыслить, попробовать что-то новое, и когда я попробовал снимать видео в ТикТоке, то мне это понравилось, мне все пошло, и как-то хочется развиваться в этой сфере дальше, потому что если сравнивать обычную жизнь, там, где дом-работа, дом-работа, и снимать видео в ТикТоке, веселиться, получать какой-то кайф, то это намного, мне кажется, лучше, и, возможно, мечта многих даже, я бы так сказал. Поэтому я считаю, что... Отлично. Прекрасные слова, и от души желаю вам развития и успеха. Александр, может быть, в завершение. Я правильно понимаю, что вы ищете новых блогеров к себе в дом, и, в общем-то... Деремок еще не полон, короче. Публикуя какие-то видео с хэштегом FAM3House, можно, в принципе, попасть на проект. Да, все верно. Мы сейчас продолжили искать новых, интересных ребят, и будем рады расширить нашу команду, поэтому публикуйте в социальных сетях, отмечайте хэштегом, мы каждый день мониторимся вместе, и обязательно будем давать обратную связь о самых интересных, и в основном себе. Ну, сегодня, например, с этим хэштегом выйдет информация о вас обязательно на портале mixnews.ly, и, надеюсь, на FAM3House может появиться ролик с использованием информации радиобалком или mixnews. В любом случае, ребята, огромное спасибо, что были с нами. Мы говорили о ТикТок-проекте, о ТикТок-дом, который называется FAM3House, первый в Балтии, такой единственный проект. Ну, а у нас небольшая пауза, после которой у нас очень серьезный гость, кинорежиссер Манский. Субтитры создавал DimaTorzok